Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня вас ожидает очередной шедевр от Fearless Amos. Это ребята лодки, и это не простая лодка, это целый Китай. Кто еще не подписан на мою страничку RedCat YouTube в Instagram, обязательно это сделайте. И сделайте это не потому, что там сейчас проходит розыгрыш, и каждый из вас может получить 100 робоксов, а просто из-за того, что вам, видимо, интересно будет узнать, чем я занимаюсь в обычной жизни, где я бываю, как я выгляжу, либо же Милана и так далее. Ну что ж, ребята, очень красивенная просто карта, как, в принципе, любая, которую делает Fearless Amos. Вы посмотрите на этот водопад, посмотрите вообще, насколько тут все красиво. Мы еще, кстати, поговорим про Fearless Amos, поговорим про Plagiaz, потому что многие из вас путают некоторые понятия, но об этом чуть позже. И еще, кстати, ребята, будет крутой конкурс на робоксы, поэтому если вы строитель в этой игре, обязательно дослушайте, что за конкурс, как поучаствовать и так далее. Скажем так, там будет приз небольшой, но он будет, и, в принципе, каждый из вас может попасть на мой канал и показать ваше мастерство. Ну что ж, ребят, что хочу сказать. Карта просто шедевральная. Вы посмотрите, как цветут сакуры. Вот сверху вообще идеально все это выглядит. Эти дорожки по холмам. Я не знаю, как у этого человека все это оживает, но любую картинку такое впечатление, что он может воссоздать. А вот эти вот, смотрите, вот, как эти плиточки выложены. Ровненько, одна к одной. Короче, ребята, я думаю, что нужно поддержать просто таким большим, жирным лайком под этим видео создателем создателя этой карты, что я тоже сейчас сделаю и также поставлю лайк на его канале. Но сейчас, ребята, вы увидите самого создателя этой карты. Он сидит себе в этом красивом храме и играет в крестики-нолики. Сейчас мы с ним будем играть. Да, ребята, это создатель этой карты. И давайте сейчас поговорим про слово, которое вы любите говорить. Особенно под прошлым видео вы часто писали, что это плагиат. Ребята, это не плагиат. Плагиат это когда я увидел, допустим, вот эту вот карту. Она мне жутко понравилась. Я взял, скопировал просто там по квадратику, один в один, показал на своем канале. И сказал, вау, это я сделал, я крутой. Да, это был бы плагиат. Но здесь немножко... О, кстати, видели фигурку? Я нашел одну фигурку. Мы, кстати, потом вернемся еще к этому. Тут спрятано шесть фигурок на карте. Так вот, в этом случае немножко по-другому. Создатель этой уникальной карты пришел на мой канал и просто показывает моим подписчикам эту карту. Плагиата тут нету, потому что он и есть создатель этой карты. Он и есть создатель Lamborghini, или Lamborghini, как вы привыкли называть машину. То, что он показывал ее на зарубежных каналах, это не значит, что они тоже занимались плагиатом. Нет. Это значит, это как выставка крутого художника на некоторых каналах YouTube. То есть он был на некоторых каналах зарубежных. У него есть свой собственный канал, где он показывает именно процесс постройки всех этих шедевров. Ну и иногда захаживает ко мне в гости и показывает свои красивенные карты. Мне очень приятно разделить, собственно, такие шедевры, скажем так, с моими подписчиками. Поэтому вот так вот создаются подобные ролики. Никакого плагиата тут быть не может, потому что я не создатель этих карт. Я ничего не копирую, ни у кого ничего не краду. Создатель этой карты пришел ко мне сам, показал, порадовал моих зрителей. И все. Ну, собственно, на этом все и заканчивается. Ну что, ребята, сейчас я думаю, что вы уже подписались на мой канал, подписались на канал Ферлес Амоса, если вы его еще не знаете. И давайте с вами поищем пасхалочки, которые он припрятал на этой карте. Я уже одну куклу нашел. Она была за домом. И, о, смотрите, вторая кукла. Вторая кукла была спрятана на этом огромном дереве. Такой у меня небольшой квест сейчас будет. Я, конечно, поражаюсь, но действительно, насколько красиво, да, вот даже выкрашено все красиво. То есть, я когда посмотрел, мне реально показалось, что это какая-то фотография, где сакуры цветут, и все просто очень красиво, все натурально выглядит. Даже не скажешь, что это реально из квадратиков сделано, из блоков, как в Майнкрафте. И, ребята, еще одно. Давайте сейчас, пока я тут ищу следующие пасхалки, я вам хочу объявить об еще одном небольшом челлендже, либо же конкурсе, как вам нравится. Для всех строителей, кто хорошо строит в этой игре, я подготовил для вас задание. Отберу только пять участников. Те, кто мне понравится больше всего. Вам нужно построить Леона из Браво Старса. Если вы не знаете, как он выглядит, вот так вот он выглядит. Можете поискать в интернете фотки Леона. Сейчас я вам покажу, кстати, еще одну пасхалочку. Вот здесь, оказывается, был секретный вход. И здесь даже две у нас куколки. То есть, я уже, получается, даже три куклы, видите? Еще одно секретное место я нашел. Точнее, мне его показала Феррелес Амос. Так вот, ребят, смотрите. Вам нужно сделать фигурку Леона в Браво Старс. Сделать ее максимально красивой, максимально высокой, максимально большой. Конечно, если вы сможете построить из 10 тысяч блоков, буду вам признателен. И, скорее всего, именно эта фигурка и будет, к примеру, отобрана. Если вы сделаете небольшую статую, то я все-таки, возможно, вас не выберу. Потому что, если будет более пяти участников, я буду выбирать те проекты, которые мне покажутся самыми большими, крутыми, красивыми. Время я вам даю две недели. И за две недели вы можете прислать мне в Дискорд ваши шедевры, скрины на ваши постройки. И давайте вот, с какой у нас получается. 11 декабря – это крайний срок, когда вам нужно прислать мне ваши работы. Все эти работы я как бы тщательно посмотрю. И те, которые мне понравятся, попробую с вами записать. Думаю, это ориентировочно будет 14-15 декабря. Ну и, соответственно, где-то в середине декабря, там 16-17, как там будет получаться, я вам покажу 5 леонов моим зрителям. И мои зрители должны будут сами проголосовать за тот леон, который им покажется самым красивым. Тот, кто победит, получит от меня робоксы. Те, кто будут участвовать, я думаю, тоже минимально какую-то сумму просто так получат за то, что участвовали. Но там победитель, ну, пускай он получит 100 робоксов. Не знаю, много-мало. Плюс каждый, конечно же, из вас будет показан на моем канале. И, возможно, вы станете немножко более популярным. Если особенно у вас есть свой канал. Вот, да, конечно, если у вас есть свой канал, я обязательно об этом скажу, покажу. Не знаю. Делаю вам мини-пиарчик. Ну что ж, ребят, это такой вот конкурс. Любой игрок может принимать участие без ограничений. Отбираю на свой вкус 5 участников, кто мне пришлет самые красивые, на мой взгляд, постройки в виде леона. Ну что ж, ребята, к сожалению, эта карта не может плыть. Я писал Fearless Amos, что давай поплывем, мне уже хочется, не терпится поплыть. Но написал, что нет, к сожалению, эта лодочка не поплывет. Ну и действительно, чтобы как-то целый континент поплыл, я не знаю, что должно случиться. Какое-то, не знаю, смещение каких-то плит и так далее. Смотрите, кстати, как оригинально он использовал фейерверк. Снизу это фейерверк, а сверху у нас красивые цветочки. Вообще, конечно, как он все реализовывает, как он это все видит, это отдельная тема, наверное, для видео. О том, как круто создают карты, подобные шедевры, вообще, строители лодок. Я знаю, довольно-таки много строителей в лодках, но вот такие масштабные проекты могут сделать немногие. Так, смотрите. Первый раз Amos решил тут газон поубирать. Что у нас за стрижка? Газонокосильщик какой-то появился в игре и, видите, косит весь газон, скашивает, всю красоту убирает. Ай-яй-яй. Нехорошо. То есть, если убрать траву, по идее, мы поплывем? Не знаю, посмотрим. Так, ну что, пасхалочки я вам показал в подземелье, на деревьях. Одна была на домике на этом храме, еще одна была за домом. В общем, я думаю, что, по-моему, все и нашел их. Постройка мне очень понравилась, ребята. Я надеюсь, вам тоже и следующая постройка будет тоже не менее интересная. Я вам тоже собираюсь ее показать через недельку. Так что не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новую постройку. Она действительно будет очень прикольной. На ней тоже можно будет попрыгать. И там будет нереально сложно. Ну, такой вот. Небольшой трейлер. Что будут в следующей постройке. Ну что ж, ребята, на этом пока все. Кстати, ребята, кто говорит, что это иностранный ютюбер, нет. Он с Украины, как и я. Так что мне вдвойне приятно, что у нас такие люди живут крутые в Украине. Ну что ж, а теперь точно все. Спасибо, что смотрели. До новых встреч на канале RedCat. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова